человек мне тоже один тут звонит полутра неопределенный номер отношу люди надеются я не знаю так я бы пока без камеры смысле без видео но это я до великолепно и слышно и видно поле отлично колешь можно называть даже все классно ну вот я перебью я давно обратил что все реагируют на луну помимо луны есть вообще не с этим названиях ролики но я там тоже могу рассказывать что-то новое интересное а все реагируют на цикл луны ну просто так на цикл взял и просмотрел все ну в принципе да согласен нам так удобнее сотовая земля идет без нумерации да да ну как я вот это во сколько я уже не понял во сколько я проснулся два часа сижу почту изучаю вот мне тоже там вот сегодня почитал письмо там из казахстана че откуда с узбекистана человек обиделся что я ему не отвечаю я даже специально это тут создал это будут скидывать фотографии назвал это в контакте альбом доска позора и делать скриншот то есть человек не понимает вот многие люди думают что они как бы вот пишут написал им письмо он думает что он один у меня крайне письмо первое 16 но я так и понял что завал у тебя так это я только контакт разгребаю это я не трогаю почты свои три и в одноклассники крайне а в фейсбуке я вообще не по моему один раз или два только тронул и все да подружки покажу что я с тобой общаюсь мы вместе смотрим здорово приятно ну тоже у меня такое восприятие вот я смотрел это 4 часа институт В и как то я так скажу ну не можем мы быть вот на этой планете как то я как бы чувствую что они есть 3 9 10 ну как то неописуемо да да как то можно будет еще с тобой пообщаться да можно я же говорю тут я всегда подсказываю не ну повиси меня не знаю полчасика часик по настроению это просто фишка в чем это я всегда иду на общение но время стараюсь еще на ролики это отводить потому что ролик видят тысячи а общение ну я по инерции всегда как ты знаешь у меня микрофон ключин если хочешь полностью твой диалог вырежу ну в итоге я уже столько написал у меня не знаю наверное их двадцать вот таких диалогов скайпе но до ютуба доходят всего лишь единицы поэтому ну и наш разговор он может просто лично и не знаю это мне очень я не знаю как ну для меня легенда уже вот две недели это это как это спасибо ну классно тоже у меня восприятие вот это ну я бы там был и на в армии я так военный получается бывший ну не бывший ну кадров в кадров я как был мобилизированный ну в основном по своему желанию потому что ну за разные там все были не понял это все школа институт армия ну просто способ манипулирования людьми иди если ты отличник там боевого подготовки прыгай в огонь есть так точно умирай ну убивают людей пишу там здравствуй дорогой Вячеслав не знаю почему он слушает тебя часами вот уже пару дней и мне вот принимается хочу поддержать тебя не обращать внимания на всякого рода мусора ну это поначалу там когда есть достойная публика кто имеет уши это услышит хотелось бы очень пообщаться с тобой но наверно ты трех не занят берегите тебя все становится на свое место следующее сообщение ну то мои какие то смотрю у нас был ответ если проснется больше людей чем 140 тысяч куда они поместятся на Луне о такой вопрос типа если просто так Лун же ж много пришло тысячу а еще то есть мы 200 лет как бы после ядерной войны почему нас сразу не забили ну это вопрос риторический это я кстати потом дал на него ответы потому что типа ну у нас ну они как питаются нами правильно да 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 и им выгодно сделать 15 квадратных просто питаться нам ну я так как бы там потом дал это ну да 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 а потом еще только вопрос написал но со смайлами слушал как ты думаешь к чему придет твоя деятельность ну наверно не отвечай и такое ну да я уже миллион раз этим занимался в предыдущих реинкарнациях и ничего страшного да да добрый день быть добру глоболишь в правду либо другого объяснения не могу дать почему тянет на твою виде ты думал что скажу я тебе незнакомый человек ты думаешь это один из методов темный ну не темный там дело в том что если в двух словах это звучит так то есть у многих людей ну аура это яйцо назовем его у кого толще у кого тоньше ну это упрощенно объясняю и у кого тонкая аура инфернальные сущности вот эти лярвы там да они просто подсасаются и человек сам себя не узнает он себя не контролирует а у меня по всей видимости броня мама не горюй что я себе это нормально могу это да ну так как полота пошла короче вот денег не стало я думаю это же не просто так и потом посмотрел эту ведьму полынь про мясо так что наверное после нее сразу начал туда смотреть она просто тебя в пример привела что не так как есть и написано как здорово кто-то издумлялась после нее начали не знаешь как получилось но так все таки а я все не решаюсь я когда-то ее ролик один переделал где она про нашу планету рассказывает и думаю залью на свой канал у меня же один канал погиб из-за двух недоброжелателей думаю выложу на свой канал жалобу кинет блин а ты говоришь что она где-то положительно отозвалась да? она как бы то в скайпе у него там да она была в скайпе и может кто-то это смонтировал даже может это не так это я может смонтировал ты смотрел наверное 30-ти минутный ролик где-то может быть типа все как-то не так и есть она расскажет что космоса нет ну и там и картинки идут это видео идет да ну это я сделал этот ролик вообще у нее ролик оригинальный 2 часа я просто взял вот этот диалог ну она видно судя по тексту она вдохновилась некоторыми роликами которые на моем канале есть сейчас совпало наверное все она тебя посмотрела она говорит космос занимается хотя она может и знает что это положение вещей а чем это не мурашно сейчас ну ролики на какую тему там да вот это же целая дилемма тема я вот последнее время у меня как открыл письмо ой это сообщение в контакте если иногда сообщение даже вот помню ролик создал просто тоже как то человек по доброму написал комментарий даже не обращая внимание тоже на злопыхать или просто сделай хороший ролик и он так как то светло энергетически это написал что я тут же ролик создал вот причем причем как мне один человек сказал говорит тоже вот звонил это тоже положительно отзывался о моем творчестве вот у тебя жизнь шикарная сиди себе ролики делай а я ему говорю дело ну я не жалуюсь я сухо констатирую факт сейчас последнее время да не последнее время ну в принципе да последнее время месяца три я уже ролики делаю не потому что я хочу делать а потому что нужно потому что youtube дают небольшую копеечку вот и это единственный способ не так как я человек не работаю это единственный способ выжить вот поначалу лихо помогали конечно первые три месяца сейчас но это я как это не жалуюсь я просто делюсь своим соображением поэтому ролики уже я делаю ты же видишь многие ролики выходят просто для просмотров ну даже если я вообще бы даже вот я на самом деле больше бы роликов выкидывал на канал не своих каких-то чужих работ в плане даже не за просмотров а в плане за того что у него допустим хочется поделиться какой-то информацией которую я считаю что было бы неплохо если бы люди ее услышали но еще сравнительно аккуратно их выкладывают да еще эти авторские права не всегда это может это положительно закончится когда контент берется вот поэтому ролики сейчас делаю исключительно чтобы хотя бы на какую-то отметку выйти просмотров вот больше добавить нечего то что я как смотрел твои эти ну записывал вопрос и тебе сразу напитал в skype ой в контакте я сейчас их прочитаю так Левашов узнал про 600 землю ну я кстати вот если все будет хорошо ролик один выложу тоже такой же вопрос был сейчас я его еще раз этот ответ дам то есть больше нет чем да скорее всего не знал это просто логика объясняется если бы он ее про нее знал бы он бы озвучил вот потому что такую великую тайну да вообще чтобы не говорили про какие-нибудь открытия открытие что наша земля как говорится за антарктическим кругом находится новой земли это самое что как говорится фундамент ну а куда он летал туда и отправлял там ну вот тут эта задача может в астральном теле он но он не шарлатан ну как тут однозначно сложно сказать понимаешь тут дело в том что я скажу так что он в плане экстрасенсорики в некоторых вопросах был сильнее но иногда вот у меня как бы получилось золотую середину иметь то есть остаться по характеру по мировосприятию среднестатистическим человеком то есть с обыкновенными там слабостями радостями или вошел допустим не пил не курил вот и при этом еще как говорится получать информацию а у него пошла крайность так как я его изучал ну довольно таки внимательно у него допустим есть такой рассказ как он рассказывает ну он его позиционирует реальным случаем из своей жизни что девочка в машину села и машина взорвалась а потом он эту девочку склеил и она до сих пор живая то есть иногда видно люди которые вот такой сенсорикой они иногда это загоняют сами себя вот то есть я не могу сказать однозначно что он там шарлатан был или нет он просто не мог справиться скажем так это с той огромной сущностью которая в нем скажем так жила то есть его надо заносить а как это это тяжело наверное да ну я знаю три самых ну сейчас два два самых простых способа это первый это конечно серебряный оберег как я вот звезду сварага второе это распространять знания по мере своих сил возможно сейчас благодаря интернету это все легко делается а третье эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ну, вообще, какой в голову придет, но оно все равно сработает, просто я, вот эта поговорка, если долго мучиться, что-нибудь получится, оно реально работает, то есть, если вот постоянно там тратить, там, месяцы, дни, там, годы, и оно все равно к этому придешь, это, и, конечно, желание, это огромное, то есть, нарастится, ну. Слушай, а если я сам красного дерева постараюсь выведать, тебе этот, да, пожалуйста, я же в спецвыпуске говорил, если душа лежит к этому, пожалуйста, потому что, видя, я всегда говорю, если, ну, меня всегда спрашивают, как бы не ошибиться, я говорю, при создании оберега боги тебя возьмут за руку, и ты не ошибешься, то есть, ты сделаешь это все, как нужно, вот у тебя душа лежит к красному дереву, значит, это, значит, это твое. Просто серебряный оберег, он, это, как бы, универсальный, а там уже надо, можно персонально подбирать. То есть, Слава, ты меня видишь, да? Да, я сейчас, а, сейчас включил скайп, ну, вообще, я скайп свернул, открыл тут браузерную игру, посмотрел, что тут у меня. Я просто, ну, радуюсь, как ребенок. А, ну, ты пишешь запись тогда, да? Да, пишу, ну, скорее всего. А, может, пишешь мне потом, я не знаю, как еще не дошел писать. Да, я понял, да, да, да. Я, ну, пишу в малой прикол, мой. Ну, мы же смотрим вместе, то что, она тоже замерзает от такого, ну, мне 30 лет, а я ей 18, и она в таком возрасте, я ее, ну, вообще, раздукаю, там, скажи, Левашова, да, она еще 2 года назад там ухудела, то она так, типа, вроде бы, проходит, а все равно смотрит хорошо. Ой, ну, здорово, да, это хорошо, я же говорю, что хорошо, когда есть возможность, сколько людей, тех же известных физиков, рыбников, до седых волос дожили, а не могут это принять истинную модель. Он талантливый, вот, рыбников, не знаю, сталкивался ты с трудами или нет, он талантливый этот, инженер, ну, и, как говорится, пускай человек это гениально и создает болты и гайки. Зачем в космос лезть? Я, допустим, не лезу туда, куда, в чем я не волоку. Ну, так я две недели плотно смотрю, я смотрю, там появился в этом ВКонтакте, думаю, что Макаронам попался. Там ВКонтакт я постоянно страничку обновляю, это просто тут, чтобы бах не шел тут. получается если как-то неудачно я открывал страничку контакта что сразу 10 писем как бы фиксировалось прочитанным хотя их не читал и поэтому мне приходится каждое письмо чтоб читать я по новой открываю страничку контакта да да хоть миллион не хватает слова радости и эмоции что ты появился и что ты с украины принял знания как бы тело пока еще не может до конца осознать масштабы думаю вопрос времени горжусь с тобой пока знаком с тобой по роликам ладно ладно хочется позвонить пообщаться но что-то не дает или не готов писал для меня из твоей света в тёрной комнате по вопросам и думаю раз такой добрый человек травит тебя может это неправильно я не так давно много отказался но чувствую сидят на мне лярвы и хорошо чувствую ну знаю как бы что они есть но я их не чувствую а не вижу но это такое мы уже поговорили еще раз скажу что рад буду пообщаться даже в живую хотелось бы но видимо не в свое время всего хорошего быть добрым и признанием Николая спасибо засматриваю ролики так еще больше а насчет вегетарианства что скажешь ну видишь опять же как каждому свое я вот допустим я даже не знаю выйдет там ролик у меня есть вообще теория что вегетарианство навязывают темные нам потому что им тяжело есть прокуренные пропитые это так сказать во время второй же мировой войны из концлагерей очень много людей на тушенку пошло а их же предварительно в течение года овощами кормили там свеклой там морковкой то есть их организм очистили а потом их все это тушенки закатали людей поэтому все разные ну скажу как у меня просто там пищеварительная система была просто подубитая но мне легче стало ну каждому да я ж не могу персонально глупые если что вопросы а там тоже типа мне кажется под землю уже живет раста тоже молодых знаешь догнали детей или там вы вырастили и там от них уже создали ну там какой-то ролик был что у нас под землю от джеков пресса ну а как же там есть поселение и которые не знают что наверху что то есть может быть такое да я допустим если в двух словах есть какое-то количество небольших бункеров в нашей большой ячейке которые люди еще давно спустились и их небольшие там количество этих людей но они скажем так уже давненько там живут и не знают что на поверхности боятся то есть тотально я не уверен что там тысячи а вот именно как это сказать персонально там каждый человек может быть это ну я поиспользую слово больше не под землей а в недрах земли да потому что под землей у нас идет океан под этим океаном опять купол чей-то и под этим куполом опять земля вот я сегодня вот слушал так забавно это сейчас скину мой коллега владимир с канала вот он читает индийские веды ну у меня не было времени желания изучать индийские веды я поверхностно пробежался но фактически благодаря ему я слышу что в древних писаниях очень много того что я в своих роликах озвучу они же тоже в этих роликах перекручивают ну согласен все перекручивают да ну что то убрали допустим заменили перевод трудности перевода это ж с индийского языка а на индийский язык переводили с санскрита поэтому допустим там пишется что планеты существуют но на самом деле мы сейчас там легче мы знаем что это соседние ячейки и так далее а что динозавров почитали ну оккупанты делали историю скажем так для нас определенную поэтому скорее всего не знаю не изучал этот вопрос это так на вскидку ну ну для чего то фиг его знает главное что они их просто захоранивали не использовали их ни в мясо ни в кости ничего ну фиг его знает может я могу нафантазировать так ну или нафантазировать может для захватчиков эти животные на ментальном уровне представляли из себя сложность то есть вот допустим дельфины живут в океане вот почему их китов стараются убивать дельфинов то есть это эволюционно развитые существа которые допустим дельфин ну я в роликах по моему про это говорил может с тобой пообщаться на расстоянии то есть неважно где он находится там в океане он может с тобой связаться и пообщаться ну грубо говоря вот поэтому может и динозавры имели какую-то ментальность то есть у нас вся у людей примитивная сложность если мы видим там того же динозавра и кита мы думаем что это примитивное существо а может быть все наоборот в плане ментальности ага слушаешь а этот вопрос что-то я писал остается ли чистое любви своим родным после смерти ну там на любви или мы как-то обнуляемся или это просто как да не обнуляется более если мы просто сейчас утратили эту способность мы с реинкарнацией вернемся допустим муж и жена это привязывались то есть договаривались в следующей жизни встретиться то есть там родились там детками где-то в какой-то локации выросли нашли друг друга и опять вместе то есть вплоть до того что просто у нас сейчас нету этой возможности это ну она в принципе не нужна потому что как бы небесная канцелярия свои диктует это канону вот поэтому можно ну не знаю что на что куда и для чего засчитывается опыт этой жизни ну как-то ну вот допустим самый как это банальный пример это то что вот ты положительно среагировал на ту информацию на те знания которые я даю то есть на самом деле мне много писем приходит я не знаю это там смотрел ли ты там ролик я выложил я всего лишь 60 писем выложил которые мне пришли приблизительно с таким текстом что спасибо Вячеслав мы как будто это знали но ну просто забыли а ты нам напомнил то есть вот прямое доказательство что твоя как бы память это в предыдущих воплощениях набралась этого опыта и для тебя именно информация не показалась шокирующей и ты ее принял а для других людей которые либо зазомбированы либо сущность молодая либо биороботы либо еще там куча может быть вариантов это они не могут принять эти знания потому что у них нет опыта ну это я не знаю могу много приводить примеров даже в нашей земной жизни человек там амнезия он забыл там он рисовал и забыл как он это делал потом память вернули и художник ему раз напомнила что он умел до амнезии рисовать то же самое и в масштабах реинкарнации то есть вот этот опыт он накапливается ну как и подсказывает практика что иногда бывают сущности более высшего порядка это стараются это воплотиться в более скажем так простые ячейки там много таких примеров тот же Иисус он же Родомир там много приходили Будда то есть на самом деле их много было просто люди привыкли что вот был один Иисус а Иисус это и высшее как там солнце да высший свет то есть это это не имя было должность ну вот поэтому ну если да 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 еще один вопросик ну и не смею тебя задерживать и так это очень много спасибо это что нефть что это такое что что нефть а нефть не знаю пока вот там ну такая вредятина что это до подстопов прижало и там проливали короче живые организмы динозавры живые части короче вот оно да не ну нефть было всегда для чего слышал там что это горное масло ну это теория типа там плиты лица черные ну их же я так понял что нет смазывают типа горное масло какой-то ролик ну я примитивно как всегда скажу вот взять двух муравьев и спросить у него а внутренность чех человека вот да что кровь дает что лимфа что там слюна дает и они будут голову ломать они не ответят мы то люди то сможем понять для чего нам кровь а муравьи нет поэтому так как мы сами муравьи для той гигантской планеты мы даже меньше чем муравьи как я говорю мы даже не пчелы мы продукт пчел пыльца мёд поэтому нам тяжело ну может когда нибудь ответ придет он не принципиальный мне как бы это самому интересно некоторые загадки раскрыть вот допустим я до сих пор голову ломаю над этой армией в Китае да да то есть я вот не могу ее пока разгадать это сколько уйдет неделя месяц год на разгадку то есть это терракотовая не ну у меня была версия что это это аналог короче типа современной это атомной электростанции просто те кто ее создавал эту электростанцию они были с творческим началом и поэтому мы бы сейчас бы как бы сделали просто отесанные колонны круглые да а они уже подходили это это фарфор ну там оно по другому называется забыл терракит терракон я уже забыл как этот материал назывался все разные на лицо вроде бы один на лицо должен быть а они я смотрел что они все разные думаю есть конечно вариант что для фальсификации но это ну скажем захватчики они ж вообще любят делать захоронения чтобы потом через какое-то время это захоронение открыть какой-нибудь курган и сказать вот смотрите триста лет назад ваши предки тут жили то есть на самом деле много делали вот таких захоронений эффективных есть ли такая собеская забавка там богатого императора для реконска сделали игрушки ну может быть может быть сложно судить я не разгадал это ну так финиш это да ну что посоветуешь я не знаю пообщаемся или нет хотелось бы посмотреть посмотреть какие ролики да нет я свои полюбаться по времени выпуска да ну да наверное я не знаю честно говоря капец я рад спасибо большое спасибо 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 до побежал я это ролики монтировать все рад был знакомству дружище до созвончика до встречи пока пока скOb не кое кому Продолжение следует...